Девушки отдыхают Сейчас он учится скалиться и поедать христианских младенцев прямо сквозь реквизит Под руководством режиссера Анны Карениной Райта Станиславский рыдай А Джеймс Кэмерон хочет положить под новозеландскую елочку Ни много ни мало 412 миллионов долларов Именно столько планируется потратить на натурные съемки второго и третьего аватаров В стране вечно зеленых полей В стране не привыкать перевоплощаться Была среди земли, побудет и Пандоры И бородатый новогодний троллинг от бородатой ноги с разворотом Помни, Ван Дамм, Чак никогда не спит, он просто ждет А прямо со старта юмористическая хвоя Пусть и третья, а не лишняя Без этого фильма, как без шампанского с мандаринами, уже даже сложно представить Новый год Ургант, Светлаков, Куценко и много-много счастья Все включено Выключать категорически не рекомендуется Здарова, тетя Оля! У нас ослик В третий раз хитрый и безусловно талантливый казах Бекмамбетов собирает под базилевсовым крылом жука, жабу и черта в ступе И снимает очередной хвойный капустник Вы не поверите, но случайное и порядком поднадоевшее добро Опять запускает совсем уж набившую оскомину рандомную цепочку событий Благодаря которой всем будет хорошо А некоторым даже печеньки На этот раз бумеранг добра будет нужен для того, чтобы дворняшка по кличке Пират Обрела таки половое и духовное счастье И вот уже знакомые лыжник со сноубордистом косят от армии И вновь пытаются доконать принципиально неубиваемую бабку Санитар седлает Мерседес во имя любви А Урген со Светлаковым наконец-то попадают в психушку Все проверено, все работает Грустим, улыбаемся, разным Елки 3 Мы больше не будем, честное слово И завершает эти 12 месяцев старая добрая мельница Ее первый сказ про Ваню и Волка побил сборами все российские ленты Уяснив, что детство золотая тема Главное, чтобы руки не росли оттуда, где оно играет Теперь вот второй заход в ту же радость А это еще кто? Маленький, лысенький и плюгавенький У Василисы мужчина? Ну, бывает О, да же! Герои те же, озвучка та же, атмосфера та же И 3D все так же нет Зато вполне самостоятельный сюжет, который мог бы написать и юный Тарантино Родись он где-нибудь под Сызранью Обиженная невниманием мужа, сутками пропадающего на работе Хитрая Василиса организует фиктивное похищение себя Чтобы муж понервничал, побегал, да полюбил еще крепче Дальше, по хорошей иноземной традиции, запатентованной еще до Тарантино, мятежными братьями Коинами, все идет не так Эффективно похищенную Василису Ивану Стамбовским товарищам придется спасать вполне себе по-настоящему Каскад смешных и не очень шуток, обаяние детства, милые уху голоса Все это во второй раз гарантирует мельнице полные карманы и отличное настроение в преддверии Нового года Иван Царевич и Серый Волк 2 На том и завершается предновогодняя Вольдица Дальше вы уж сами Шампанское, Куранты, Оливье Но если, к примеру, 1 января не планируете начать 9-го, то вот вам Блиц-расклад на стартовые дни Нового года Для начала не пропустите 47 Ронинов Качевая азиатская фэнтези про то, как Нео с товарищами рубали в капусту потустороннее зло Всем любителям холодного оружия и горячей мести крайне рекомендуется Твоя жизнь принадлежит нам Тогда возьми ее, если сможем 47 Ронинов Америка в ответ предлагает свои чудеса Маленький Бен Стиллер будет трогательно грязить наяву о большой жизни А потом в нее и провалится Коэффициент духоподъемности максимальный Ставит на ноги после любого праздника И последнее, на что следует обратить, праздничное внимание Очередная забава квартета И Мужчины снова говорят Много смачно и с огоньком Правда, черт знает где, черт знает о чем И черт знает в каком виде Чертовски занятная вещь Надо еще нону взять обязательно А может быть какую-то зарубежную звезду? Пандама Согласен, не надо И название какое-то неожиданное Быстрее, чем кролики Ну что, ознакомились? Тогда айда смотреть и праздновать Увидимся через год Ну, в смысле, через неделю Короче, вы поняли С наступающим!